Добрый день, в эфире новости в студии Джанал Морзадвишенбекова. Почему в Кыргызстане бизнесу жить нехорошо, сегодня выслушал президент Суронбай Дженбеков на встрече с предпринимателями в госрезиденции Аларчан. В виде прямого и открытого диалога глава государства узнал, какими действиями чиновники ставят палки в колеса гражданам, пытающимся наладить производство в нашей стране. Так, среди главных препонов предприниматели назвали наличие пробелов в законодательстве, а также его нестабильность, слабую работу финансовых компаний и проблему защиты частной собственности. Не меньше сложности представляет и система соц. отчислений. Это отметили участники встречи, нередко становится причиной, по которой бизнес уходит в тень. Отдельное внимание обратили и на многочисленные и зачастую незаконные проверки со стороны госорганов. Президент также привел несколько примеров таких случаев и заявил, что немало претензий к правоохранительным структурам. На этот счет и особенно выделил Госкомитет нацбезопасности. По его данным, сотрудники ГКНБ не имеют полномочий для проверки субъектов предпринимательства, и те, кто будут свои полномочия превышать, работать в этой структуре не будут. До меня доходит много заявлений, что отдельные предприниматели, устав от проверок, от барьеров, сворачивают свой бизнес и уезжают в другие страны. Одна из основных претензий предпринимателей – несправедливость судебных разбирательств. У нас есть открытые письма от инвесторов с просьбой решить вопросы, связанные с судами. Мы должны дать предпринимателям реальные гарантии. Нет реальных гарантий по обеспечению неприкосновенности прав частной собственности инвесторов. Администрирование социальных выплат, налогов, вопросы конкуренции на рынках ЕАЭС. Есть среди нас некоторые люди, которые не понимают государственную политику, которые беспричинно проверяют предпринимателей. Новые кадры ожидаются в составе правительства. Премьер-министр предложил кандидатов на вакантные должности в Кабмине. Так занять место руководителя аппарата правительства может Шамильбек Асамбеков. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя рука аппарата Кабмина. Госслужащий с большим опытом успел поработать в Министерстве труда и миграции. В счетной палате, а также в Министерстве иностранных дел на пост министра юстиции представлен Мараджо Манкулов. В начале августа эту должность покинула Айнур Абдулдаева. В свою очередь Мараджо Манкулов получил образование по специальности юриспруденция в Кыргызско-российском славянском университете. Работал в правовом отделе и аппарата правительства, и аппарата президента. Последним местом работы является Конституционная палата Верховного суда. Ну и третьим новичком в правительстве может стать Эмилиос Монбетов. Его Мухаммед Калый Аблгазиев впрочит в председателе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Ранее он входил в совет директоров ОАО «Крыгазалтын», а также был замдиректора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам. Пострадавшие торговцы с рынком Одина полагают, что пожар возник в результате поджога. Сумму ущерба они пока еще не подсчитали, однако очевидно, что она не маленькая. Ведь торговцы накануне получили новый товар и разместили рулоны с тканью на складе. Он-то и загорелся. Полторы тысячи квадратных метров территории с хранилищем были уничтожены огнем. Среди тех, кто потерял свой товар, девять предпринимателей, шестеро из которых китайские бизнесмены. Отмечается, что заявлений в органы никто пока не писал. И пострадавшие торговцы, и администрация ждут результатов экспертизы. Говорят, что в случае необходимости проведут даже независимое расследование на предмет причин ЧП. Ну а пока, кроме специалистов из пожарной службы и своих сотрудников, охрана к месту никого не подпускает. В том числе и журналистов, ссылаясь на то, что им от руководства было дано такое распоряжение и территория базара частная. Впрочем, в минувшие выходные это был не единственный крупный пожар в городе. Огонь полыхал и на открытых площадях на окраине столицы. В загорелось сухотравье. Жители могли отчетливо наблюдать сильное задымление в южной части столицы, в районе Панорамы. С огнем боролись два пожарных расчета. Выгорело пять гектаров на склонах. Столько же пожарных бригад работали и в ботаническом саду имени Гореева. Там также загорелась сухая трава. Потушить распространившееся пламя удалось за три часа. Как спасти малышей? В Минздраве отмечают рост младенческой смертности по республике. По словам главного акушерогинеколога ведомства Раиса Асылбашевой, даже небольшое увеличение этих цифр уже повод взять вопрос под особый контроль. По данным Минздрава, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1596 случаев, а в этом уже 1627 смертей младенцев. Причины чаще все те же – преждевременные роды и врожденные пороки. Многие женщины не своевременно встают на учет, не получают достаточное питание. Ежегодно в Кыргызстане в среднем рождается около 150 тысяч детей. Согласно отчету Детского фонда ООН о младенческой смертности в мире, Кыргызстан занимает 79 место из 184. Пришли учиться в одну школу, а теперь окажутся в другой. Родители столичной гимназии номер 12 собирают подписи против инициативы Министерства образования перевести их детей в другую близлежащую школу, расположенную в микрорайоне Восток-5. Соответствующую петицию они разместили на интернет-платформе change.org. Они отмечают, что теперь им придется заниматься благоустройством другой школы. Поводом для таких действий, напомним, стала переполненность в классах некоторых бишкекских школ, в их числе 12, 61 и 29. Проработав этот вопрос, с мэрией было решено объединить эти школы с 53, 14 и 39 соответственно. Что нужно знать перед тем, как ехать работать в другую страну или даже в соседнюю область? Об этом и многом другом отечественные молодежи будут рассказывать в ближайшие три месяца в рамках кампании «100 дней против торговли людьми». Акция продлится до 10 декабря. По стране уже начали проводить различные мероприятия, круглые столы. Участники акции – молодые люди, составляющие экономически активное население. Главное, что после посещения этих встреч они повышают не только свои знания о рисках торговли людьми, но в последующем они смогут поделиться этой важной информацией со своими друзьями, соседями. Практические советы и печальные примеры должны подковать наших граждан в вопросе трудовой миграции и опасностей, которые она может таить. В минувшую субботу в Бишкек съехались представители молодежи из Иссыкульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей. Поводом для встречи стала актуальной в наше время проблема незаконной эксплуатации людей или попросту храбства. Задача у участников непростая – полученные на этом семинаре знания передать другим своим коллегам и друзьям. И первое, что они порекомендуют сделать им – установить в своем телефоне приложение «Справочник мигранта», где очень много полезной информации – от адресов концев с Кыргызстана до перечня прав мигрантов. Если человек, например, хочет уехать в Дубай на заработки, может проверить организацию, которая приглашает ее на работу именно в Дубай. И проверить, на самом деле существует эта организация. И если, и может быть, у нас были такие ситуации, когда девушек забирали на работу в Дубай в качестве домработницы, а они в итоге оказывались в сексуальном рабстве. А передавать эту информацию молодежь будет посредством спортивных акций в рамках интеллектуальных игр. Будут принимать участие на округлых столах и эксперты, которые расскажут о своем опыте. Череда этих мероприятий запланирована по всей стране до 10 декабря. Именно столько продлится кампания «100 дней против торговли людьми». На сегодняшний день, к сожалению, мы видим в мировом масштабе существование данной проблемы. И это проблема, которая, к сожалению, где-то воспринимается даже не как, скажем так, нарушением прав трудящихся. Поэтому сегодня мы хотели бы разобрать каждый случай, где можно было бы, чтобы наша молодежь могла уметь разбираться в этих вопросах, так как они на сегодняшний день с 10 сентября по 10 декабря будут проводить информационную работу и рассказывать среди своих, скажем так, коллег, своих друзей, одноклассников о существовании данной проблемы, о том, как ее можно решить, как можно ее, так скажем, распознать, эту проблему. Кстати, сколько взрослых работает, принудительно неизвестно. Есть статистика по детям. 27,8% несовершеннолетних в Кыргызстане работают. Такое явление чаще встречается в селах, нежели в городах, говорят эксперты. Трудятся дети по много часов во вредных для них условиях. Причем трудятся малолетние работники наряду со взрослыми. Ситуаций бывает две. Первых привлекают к труду родителей или другие родственники. Вторые зачастую нанимаются по собственному желанию. Толкают их на это плохое финансовое положение семьи. Зарабатывают не только для своих нужд, но и в помощь родителям. Это одна из причин, почему МОД активно вовлекается в эту компанию, для того, чтобы эти вопросы поднимать. Потому что, к сожалению, экономическая ситуация в стране такая, что у нас взрослое население готово само идти на эксплуатацию, потому что нет рабочих мест, нет возможности заработать деньги на достойных, в хороших условиях. Поэтому мы используем даже термин «добровольное согласие на эксплуатацию». То есть у нас из-за такой ситуации экономической люди согласны работать по 16 часов, при этом зарабатывая небольшие деньги. И именно поэтому это все, конечно, не должно быть. Кстати, в этом году к компании подключились более 30 организаций. Мероприятие проводится госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта, государственной службой миграции, международной организации труда. Самая главная цель – рассказать, чем принудительная форма труда отличается от той, которая допустима. Эксперты отмечают, что права и свобода работника гарантируются трудовым кодексом, в котором прописано, что рабочий день длится 8 часов. Права и обязанности обеих сторон должны быть прописаны и в трудовом договоре. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok